Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном инструменте, как панель быстрого доступа. Этим почему-то мало кто пользуется, я это замечаю, но это очень удобно, и я вам расскажу почему. Вот мы видим основное окно Outlook, и сверху у нас есть панель, в которой есть какие-то кнопочки. Вот уже какие-то кнопочки выведены, две, и при этом есть такая стрелочка вниз. Здесь можно добавить какие-то кнопочки на вот эту так называемую панель быстрого доступа. Например, я добавил кнопочку «Быстрая печать». Например, можно добавить кнопочку «Переслать». Например, можно добавить еще какую-нибудь кнопочку, которой, если здесь нет, можно найти ее в разделе «Другие команды», и, пролистав команды, добавить эту кнопочку сюда, она здесь появится. На самом деле, вы можете настраивать это как вам удобно, и если вам нужна какая-то команда здесь, вы можете ее найти в разделе «Все команды» по алфавиту, найдя то, что вам нужно. Это наиболее удобно искать по алфавиту. Здесь что важно? То, что эту панель можно сохранить в файлик с тем, чтобы на другом компьютере потом ее восстановить себе. Как это сделать? Мы заходим в другие команды, заходим в «Импорт» и «Экспорт», и нажимаем «Экспортируйте все настройки», и сохраняем это в виде файла. У меня уже был, я сейчас заменю. И дальше, если мы нажмем «Сброс», мы можем сбросить все настройки или только панель быстрого доступа. Сейчас я нажму «Да», и вы увидите сверху, как она сбросилась. Вот видите, она сбросилась, теперь все по умолчанию. Чтобы восстановить, мы нажимаем сюда «Другие команды», «Импорт», «Экспорт», «Импортируйте файл настроек». Переходим в рабочий стол, «Outlook секреты», вот наш настройки Outlook, Outlook Explorer, «Открыть». И тогда наши кнопочки, вот видите, восстановились. Такая вот интересная здесь панель быстрого доступа. Но эта панель быстрого доступа есть не только здесь. Также в форме «Создать сообщение» открывается другое окно, как вы видите, да? И здесь панель совсем другая, но тоже есть. И можно нажать и добавить необходимые вам команды. «Быстрый печать» мне очень нравится, всегда я добавляю. Еще можно вложить файл, тоже полезная кнопочка, быстрая. И еще я, например, добавляю ту команду, которой здесь нету в списке, но я могу ее найти. В этом списке часто используемых команд тоже нет. Я добавляю, например, команду «Из все команды выбрать уведомление о доставке и прочтении». Это когда, знаете, когда письмо доставлено и потом оно прочтено. Вот, «Уведомить о доставке» и «Уведомить о прочтении». Вот эти две кнопочки у меня появляются здесь, даже с подписью текста, что удобно. И когда я готовлю письмо, я их сразу ставлю. Потому что иначе, если не использовать панель быстрого доступа, что бы я сделал? Я бы пошел в «Параметры» и вот здесь бы эти галочки поставил. Это как минимум лишний щелчок. Нужно зайти сюда, потом сюда, сюда. Здесь у меня они сразу есть. И в этом случае, когда панель быстрого доступа в окне нового письма, ее тоже можно сохранить в файл. В разделе «Другие команды», «Импорт» и «Экспорт» экспортируют все настройки и сохранить ее в виде файла. Вы видите, что она называется уже «Outlook Mail Item». То есть это не «Outlook Explorer», как из предыдущего случая основного окна «Outlook Mail Item». Мы сохраняем и сможем тогда восстановить эту панель в случае ее потери или на другом компьютере, если мы уж очень тонко настроим ее, как некоторые любят делать. Вот такой интересный инструмент, о котором я хотел вам рассказать. Предлагаю вам его использовать. Настраивайте свой Outlook, как вам удобно. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всего вам доброго, до свидания.